Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Друзья мои, сегодня я пойду против всех правил. Я приготовлю манты, мало того, что из свинины, так еще и из готового фарша. Я представляю, какой поток критики обрушится на мою голову. Но я к этому готова. Тем более, что у нас на канале есть практически полностью идеальные манты. Кстати, они с тыквой, готовил их Саша. Там и мяско вам рубленое, и лучок, и по всем канонам все сделано. Обязательно посмотрите. А я вам предлагаю добро пожаловать в комментарии, там будет весело. Ну и все-таки приготовим манты. Манты будут у нас шикарные, манты розочки. Для теста нам понадобится 400 мл воды, муки 800 граммов, растительное масло 2 столовые ложки и соль чуть больше пол чайной ложки. Отправляем соль в воду, она такая чуть теплее комнатной температуры, и хорошо растворяем. В муке делаем углубление, отправляем сюда масло и воду. Замешиваем. Достаточно такое тугое тесто. Оно вот не прям как на пельмени, чуть-чуть помягче должно быть. Всю воду сразу не выливайте, потому что мука у всех разная. Вот такое получается тесто, оно сейчас немножечко туговато, но отлежиться будет хорошим. Тесто на манты всегда заводится без яйца, с яйцом оно будет слишком жесткое. Тесто я убираю, накрываю пленкой, ну или можно положить в пакет и оставляю его отлежаться минут 30-40. За это время можно вытащить и пару раз его еще обмять. Пока тесто отлеживается, займемся начинкой. Для нее нам понадобится 1 килограмм фарша, я взяла свинину, лук, примерно 400 граммов, соль, черный перец и, секретный секрет, растительное масло. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Раз уж мы и фарш взяли мясной, то и лук я прокручу на мясорубке. Посмотрим. Обязательно фарш нужно хорошо посолить, добавить черный перчик. Очень обильно так. И для того, чтобы фарш был сочным, добавляем пару ложек растительного масла. Обязательно попробуйте. От этого фарш становится сочнейшим. Я, конечно, всю жизнь резала мясо, лук для мантов, но, тем не менее, мне хочется попробовать и такой вариант. Фарш хорошо-хорошо вымешиваем. Вот в этом луке он сейчас замаринуется и станет невообразимо вкусным. Отбивать фарш и долго его вымешивать не стоит. Это все-таки не котлеты. Вот такой вот смешали консистенции, все полностью хорошо промесилось и отлично. Все у нас уже готово. Фарш готов, тесто отлежалось. Достаем его. И сейчас еще немножечко подмесим. Ой, какое оно стало эластичное, прям мягкое, посмотрите. Ну, красотень! Отрезаем кусочек теста, остальное пока убираем. Раскатываем достаточно тонкий пласт. Как видите, тесто отличное, не липнет, не пристает ни к рукам, ни к столешнице. И теперь нам понадобится три вырубки. Одна, 9 сантиметров в диаметре, вторая, 8 и третья, 7 сантиметров. Нарезаем такие кружочки. Если вам лень вот так вот все это раскатывать, можно раскатывать по одному кружочку. Только делать один кружочек больше, второй чуть меньше, третий еще меньше. И я вот сделаю вот так вот сразу по 4. По 5 даже получается. Тесто убираем и начинаем формировать нашу розочку. Выкладываем кружочки друг на друга. Сначала самый большой, потом средний, потом самый маленький. И теперь сюда фарш. Вот именно поэтому, потому что вот такая вот лепка, здесь и нужен фарш перекрученный, потому что резанный здесь с ним будет очень сложно работать. Распределили. И теперь аккуратно сворачиваем, прижимая. И начинаем формировать нашу розочку. Закручиваем ее. Ах, уже красота. Так, вот сюда. И теперь, сейчас, розочка, подожди. Склеим. И теперь отделяем лепесточки. Ну, посмотрите, какая красотень. Прям настоящая роза. Все остальные манты формируем точно так же. Друзья, пока лепила, обнаружила, что есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, лучше все-таки подпылять стол мукой. Во-вторых, использовать обычную воду. И при склеивании, при накладывании, вернее, вот так вот чуть-чуть промочить, чтобы они у нас не разваливались. Потом верхушки лучше всего, вот будущие верхушки, чуть-чуть вот так вот промазать мукой, чтобы они легче открывались. Мне розочки очень нравятся. Мне кажется, такие эффектные будут. И на праздничном столе будет вообще потрясающе выглядеть. И вот теперь, когда все это сложили, фарш выложили, накрываем. И вот этот вот крайний хвостик, который на большом лепестке смачиваем тоже водой. Для того, чтобы когда мы вот так раз-раз-раз все посворачиваем розочку нашу, он прекрасно склеился, заклеился и все. И больше ничему не мешает. И теперь смотрите, как лепесточки мы их раз аккуратненько. Можно их даже растянуть, чтобы они были какие-то красивые. Блюдо реально праздничное. Друзья мои, посмотрите, какие классные розочки у нас получились. Отправляем их вариться на 40 минут на пару. Конечно же, дно мантоварки мы смазали маслом. Про это не забываем, растительным. 40 минут пролетели, манты готовы. Надо пробовать. Я очень люблю, когда манты чуть-чуть присыпаны красным острым перцем. Конечно, для деток такой вариант не очень подойдет. Но хотя мои детки уже большие и любят. Идеально с мантами сочетается сметана. Так ее и будем подавать. Ну что, друзья, пробуем. Если бы вы знали, какой стоит аромат, вы бы меня поняли. Надо снимать пробу. Посмотрите, тесто тонюсенькое. Мясо. Ну что может быть тут невкусно? Друзья, мои манты получились восхитительные. Малость подостыли, пока я тут бегала на улицу и фотографировала. Но даже такие они просто классные. Друзья, я точно знаю, что у меня будет из горячего на новогоднем столе. Вот такие манты. Они идеальные. Их можно приготовить заранее и заморозить. Потом отварить. Даже если их не съели в новогоднюю ночь, их вот так вот аккуратненько расставляете в сковородку. На медленный огонь чуть-чуть маслятся. Они поджарятся, прогреются и будут еще лучше. Манты идеальный вариант на новогодний стол. Красивые, эффектные. Ну что можно еще сказать? Готовить нужно обязательно. И даже если вы всю жизнь их резали, резали фарш, резали лук, вот такой вариант вам тоже непременно понравится. Ну все, друзья мои, угощайтесь, а я пойду кормить свою семью. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Не переключайтесь, впереди много вкуснятины. Ну и такой небольшой постскриптум, потому что надо снимать, пока манты не разлетелись. Друзья, у меня остался фарш. С этим рецептом фарша многовато, с этим количеством теста. Я думаю, грамм 500-600 за глаза фарша, поэтому учтите это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok